Музыка И до концерта Эльхен хотела музыку послушать в лучшем качестве, и мы поехали в Мухраку, свою музыку. Мы приехали туда без пятнадцати четыре, и они работают до четырех, в шаббат. После собрания поехали. И я спросил там парня, я сказал ему, она хочет играть, она играет Баха. Можешь ей дать поиграть там? Он говорит, ну мы через пятнадцать минут закрываемся. Потом говорит, ладно, заходите. Он закрыл дверь, и она там играла, ну где-то час, даже больше. И в этой акустике, когда ты сидишь внутри, музыка просто пронзает тебя. Я читал про колебания. И говорят, что когда сидят в кафедральном соборе, там существует особенная акустика. И когда играют там, когда играют там песни, прославляющие Бога, то эти колебания, они прикасаются и даже исцеляют тело, я думаю, что в этом что-то есть. Поэтому, когда я стоял здесь, здесь у меня чувство, что потолок более высокий. Я сегодня буду говорить про свет и тьму. Но, как Ширли сказала до чтения истории, что у нас сегодня двойная глава. Масей и Масей. И глава Масей. Это вторая часть недельной главы. И текст начинается с числа 35 главы. И здесь говорят про города-убежища. Очень известное слово сейчас в Израиле. Миклат. Убежище. Там, где ты можешь быть уверен, что ничто тебе не навредит. И когда народ израильский был готов зайти в обитованную землю, у них было очень много проблем, которые им нужно было решить. Но вот в 35 главе чисел, Масей начинает говорить про города-убежища. Я бы про это подумал, как уже последняя, окончательная вещь. Но город-убежище – это концепт. И там говорится, что если кто-то во время работы или по какой-то случайности несчастной кого-то убивает, такое происходит. Я прочитал, что кто-то упал со стройки и умер. На неделе на этой. Это происходит. И родственники этого человека в прошлой традиции могли сказать, его каблан, его подрядчик не сделал правильные предохранительные работы. И давай мы его убьем. Наш Виктор работал на высоте какой? 50-60 метров? 33-й этаж. Умножьте на 3. Это очень высокая высота. Даже иногда из окна страшно смотреть. Но Виктор без систем безопасности работал. Не, не, он работал со страховкой. Все в порядке. Он себя прикрепил, и все было хорошо. Вот здесь написано, что если ты случайно кому-то стал причиной смерти кого-то, и семья умершего захотела совершить Виндетту и убить тебя в ответ, то убегай в город-убежище. Ты не можешь туда. Ты там закрыт. Но если это город не маленький, то ты там живешь нормально. И хотя ты не можешь полететь в Прагу, но ты все равно жив. и ты закрыт в этом городе или до своей смерти или до смерти великого первосвященника. Что-то очень интересное. Смерть человека очищает его от его грехов. Это то, что Бог сказал Адаму. Из-за своего греха смертью умрешь. Но здесь есть еще что-то интересное. Если ты зашел в этот город, тебе 30 лет, а если великому первосвященнику тоже 30 лет, то, скорее всего, ты там проживешь до своей смерти. Может быть, еще 60, может, 50 лет. Но если великому первосвященнику, когда тебе 30 лет, ему 89, скорее всего, что скоро он умрет. И смерть великого первосвященника также может искупить тебя от твоей вины. И мы можем подумать, как это вообще работает. Что это такое? Во-первых, он был на очень высокой позиции. И его смерть освобождала от грехов все его поколение. Но это было пророчество. О, Иешуа. Потому что про Иешуа написано, что он больше, чем любой великий первосвященник. Во-вторых, что его мишахрер не только это дар и его смерть освобождает не только его поколение, но поколение прошлое, настоящее и будущее. У нас сегодня было поклонение прямо в этом направлении. И я хочу сказать несколько слов. И опять я хочу назвать свою проповедь «От тьмы к свету». Что такое тьма? Это не только грех. Это не только грех. Это решение, принятое людьми делать зло. И мы, особенно русскоговорящие, знают такое выражение «Меня бес попутал». Кто помнит? Я что-то сделал, и когда ты сожалеешь, ты говоришь, «Ой, бес попутал». А как Женя здесь учил и говорил, ну, когда говоришь «Бес попутал», значит, я скинул свою ответственность на кого-то другого. Странно, что Адам об этом не подумал и сказал «Меня Ева попутала». Сразу на бесовину не скинул. Бесы и духи, они существуют. Но что они делают? Они просто подливают масло в тот огонь, который мы зажгли. Поэтому ответственность все равно на нас. Есть один прекрасный рассказ. И Шауль пишет его в послании к римлянам в первой главе. Я хочу прочитать с 18-го стиха. 18, 19, 20, 21 стих. Я читаю. «Ибо открывается гнев Бога с небес на всякое нечесть и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его, и божество от создания мира через рассматривание творений видны, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прослали, вели Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце? О чем здесь говорится? Здесь говорится про то, что люди, я верю, что это не про нашу эпоху говорится. Я думаю, что здесь говорится про эпоху примерно до потопа, после потопа, до Вавилонской башни. Природа была другой тогда. И Божье присутствие было намного более явным. И написано, что каждый, который находился снаружи, в том, что было на небе и на земле, мог видеть явную руку Творца. Сейчас мы живем в очень сумасшедшем, испорченном мире. И очень много духовного тумана на наших глазах. И когда верующий человек стоит на берегу моря, он видит это величие Божье. И когда ты стоишь на вершине горы, ты видишь это величие Божье. И когда ты читаешь про человеческое тело, как оно устроено и как оно функционирует, ты видишь там явную руку Творца. Но почему наш мир настолько сошел с ума? Иди, поговори с врачами. Каждый день они делают операцию и пытаются каким-то образом исправить человека. А в основном врачи атеисты. к большому сожалению. Странно, но в основном врачи атеисты. И очень много образованных людей зашли в такой концепт, в такие рамки. И они верят в разные глупости, только не верят в Бога. Но когда вы немножко откроете свои глаза, вы увидите. Но сейчас все немного по-другому, чем было до. Тогда они видели Божье величие своими глазами. Мелых Давид царь пел псалмы, куда я не взгляну, там ты находишься. Но в это время люди выбрали что мы не будем воздавать славу Богу. Мы закроемся внутри себя. Мы сильные. Мы очень умные. Намного более умные, чем сейчас. Мы сами справимся. И они не воздали Богу честь и славу. И что-то с ними произошло. Что-то подобное произошло с Валамом. Мы читали об этом неделю назад. Он человек, который знал Бога. Но каким-то образом он впал в поклонение деньгам. И сумасшествие зашло в его сердце и он утонул в нем. Я продолжаю читать с римлянам первой главы. И я читаю с 22 по 25 стихи. «Называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам и четвероногими пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец и в нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменяли истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков. Машу карает там, киль куль них нас битним. Что-то с ним произошло, испорченность зашла. Ве питом эм я цуми дэрэха норма. Они вышли с этого нормального пути. Пасук и с рим ве шешми дабэр аль Маши айом наугли дабэр ке персоме о анти персоме ЛДДД. 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 Сейчас 26 стих говорится про то, что сегодня мы называем ЛГБТ. Питом эм нафлю леколь давар гомоит, лезбиит веколь миний дварим шеба тох кихила афиру афилу бушали дабэр. Они впали в грех стали гомосексуалистами, лесбианками и делали такие вещи, которые в общине даже стыдно произносить. А валь но к большому сожалению я увидел не один раз когда верующий человек сходит с пути благодарения Богу подобное сумасшествие заходит в его жизнь. я видел людей которые были сильными верующими но они встали на атеистическую позицию и они перестали благодарить Бога я помню этих людей иногда я молюсь за этих людей у меня нет никакой возможности им помочь только верю что Бог поможет и они по шутру целая гит и я хочу сказать что это благодарение Богу когда ты говоришь Господь я благодарю тебя она очень она очень важная принципиальная и когда ты не стоишь в этой благодарности тебя качает и ты можешь впасть в это место тьмы тьмы это не только грех это изменение твоего разума ты становишься более и более слепым и твоя совесть уже не различает добро это или зло и простые вещи тебя могут утопить и вдруг ты говоришь нет я верующий я даже являюсь членом той или другой общины но твое сердце уже далеко от живых отношений с Богом это называется тьма когда тебе сложно покаяться и мы знаем что каждый человек иногда впадает в грех каждый но покается это 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 не то чтобы желание А это что-то существующее, когда ты призываешь Дух Святой, который обличит тебя к покаянию. Очень интересно, что в Захарии 12 главе написано, что я изолью от Духа умиление и покаяние. Без Святого Духа у нас нет способности покаяться. Поэтому нам очень часто нужно останавливаться. И как Царь Давид говорит, Отец, покажи мне, не на опасном ли я пути? Потому что наши глаза очень часто обманывают нас. Особенно если мы позволили туману духовной тьмы застилать нам глаза. Я хочу посоветовать вам кое-что прочитать. Есть такой автор, Каис Льюис. И он написал рассказ «Автобус из Ада». Можно найти это как аудиокнигу, или можно почитать. И там такой рассказ, как автобус едет по Аду и собирает людей. А, и везет их в рай. И что у них была возможность выйти на остановках в раю. Но когда они сходят с этого автобуса, их испорченная сущность не позволяет им остаться в раю. Прочитайте эту книжку. Это небольшой рассказ. Послание к Колосянам. Первая глава. Я хочу прочитать с 12 стиха. И что интересно, А этот стих тоже начинается со слова «благодарение». Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Если мы помним книгу Бытия, Одни из первых слов в книге Бытия, И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Если мы внимательно смотрим, что еще там написано, Еще не были созданы небо и луна. Солнце и луна. А в медубарканал ор бате ваахерет. Говорится о свете из другой материи. Иоандаизм традиционный, который не верит в Йешуа, Говорит, что это был свет Мессии. Но если мы открываем Евангелие от Иоанна, первую главу, Девятый стих, Написано, и был свет истины, освящающий всякого человека. И когда мы читаем послание Колоссянам, Мы видим, что вся эта тема выйти из света и из тьмы, И зайти в свет связана с Мессией. Пасук шлошесре. Тринадцатый стих. Избавивший нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного сына своего. То, что я говорил. Тьма. Там, где ты решаешь делать все, что тебе угодно. И свет. Это то, что ты решаешь делать, потому что ты чувствуешь, что ты хочешь следовать Божьей воле. Написано в молитве о Ченаш. Написано, да будет воля Твоя на небе, как на земле. И это говорит, Что ты не то, что делаешь все, что тебе хочется. И все вокруг тебя совершенно. Но ты подчиняешься воле Отца. Это не просто. Но это и не сложно. Иешуа говорит так. Возьмите на меня иго моё. Оно не тяжкое. И вы увидите благословение. Я думаю, что многие из нас Даже в вере Иногда проходят очень сложные времена. Потому что мы не до самого конца понимаем И мы не берем на себя Вот эту волю его. Это не стать такими куклами на ниточках, не роботами. Но ты просто чувствуешь, что У тебя изнутри что-то забрали И наполнили чем-то светлым и прекрасным. И ты с удовольствием Подчиняешь себя Божьей воле. 14 стих. В котором мы имеем искупление кровью его И прощение грехов. Это последний стих на сегодня. Я его объяснял уже миллион раз Но я хочу объяснить еще раз. В формате закона Моисея Были люди, которые грешили. И сегодня у нас та же проблема Мы тоже грешим. Грех это не преда Это не измена Это не прелюбодеяние Есть разные грехи Маленькие и большие Когда ты злишься на человека Когда ты выходишь из духовного баланса Когда ты всякому мусору этого мира Разрешаешь зайти в твою голову Или ты настаиваешь на том Чтобы совершить свою волю И не хочешь сильно слушать Как Бог ведет тебя Тогда во время Торы приносили жертвы Но сейчас мы можем принести жертву или нет? Мы приносим или нет? Да, мы приносим жертвы Да, мы приносим жертвы Да, мы можем встать перед Богом Только благодаря этой жертве Раньше раз в год В полгода Ты приносил в жертву Барана или птицу Но здесь мы перед вечерей Господней Поднимаем эту чашу И говорим Плорости нам через кровь твою Наши грехи Я думаю, что очень важно Напоминать самим себе Что Бог очистил нас Один раз и навсегда Но наш разум забывает это И я думаю Как нам себе это напомнить? Сделать татуировку Нельзя цицит есть Но ты не можешь цицит Все время Можно Как сделать напоминание? Сделайте себе кольцо И там написано Я принадлежу возлюбленному моему И возлюбленный мне И ты смотришь на это кольцо Если тебе сложно Естественным образом Помнить об этом И тогда ты чувствуешь себя Более принадлежащим свету И более отдаляющимся от тьмы Я читаю еще раз Титну тода К участию В наследии святых Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok